Тойва Антикайнин был одним из тех, чье имя советская идеология использовала для создания легендарного ореола вокруг борьбы за революционную идею. Уроженец Финляндии Тойва уже с 8 лет стал профессиональным революционером. Позже один из создателей коммунистической партии Финляндии прославился как командир знаменитого похода в 21 году на Кимосозеро. Этот рейд действительно имел большое влияние, потому что в Кимосозере находился штаб всего движения Белофинского. И это было глубоко в тылу, и поэтому уничтожение этого штаба и уничтожение гарнизонов по пути, оно, конечно, вызвало панику. Можно ли назвать тех, против кого боролся Антикайнин, интервентами? Это не интервенция, если из двух тысяч человек только 200, это финские солдаты и офицеры, остальные все это местные жители. Это все-таки ближе действительно к восстанию против советской власти. После того, как финский командующий маршал Маннергейн предотвратил большевистскую экспансию на территорию Суоми, партия потребовала от Антикайнина продолжение борьбы в Хельсинском подполье, где товарищ Тойва провел 10 лет. В 1935 году его арестовали и приговорили к пожизненному заключению, а после финской войны выдали советскому правительству. Осенью 1941 года товарищ Тойва, тогда уже член Верховного Совета ВКПБ, погиб в авиакатастрофе под Архангельском. Историки до сих пор гадают, был ли это несчастный случай, или Сталин таким образом расправился со своим коллегой по партии, за именем которого скрывается еще одна тайна истории.